Всем привет, ребята! С вами я, Нубик в Майнкрафте, и сегодня я буду продолжать выживать в этом мире, где мне всё время не везёт. У меня, короче, появилась очень прикольная идея, что мы сегодня можем сделать. Я, короче, хочу скрафтить золотой сундук, прикиньте, я даже не знал, что он существует, но оказывается, да, его можно скрафтить, и он помещает в себя очень много вещей, да. У меня как раз в сундуках заканчивается место, поэтому мы сегодня его обязательно скрафтим. Он, короче, крафтится при помощи железного сундука, а железный сундук у нас крафтится при помощи дерева и железа, да. Поэтому я, короче, видел, что у меня рядом с домом, вот в этой гигантской яме, которую я вырыл для того, чтобы скидывать туда монстров, есть вот такое вот скопление железа, да. Поэтому мы сейчас туда аккуратненько спустимся, добудем его, и всё будет очень хорошо. Смотрите, сейчас я буду выполнять очень сложный трюк. Опа, прыгаем и ставим блок, да, отлично, у нас всё получилось, поэтому давайте копаем одно железо, второе. О, раздатчик, привет. О, ничего себе, он меня скинул в бездну. Дурацкий раздатчик, вы это видели? Там, короче, стрела в меня прилетела и скинула меня. Да ну нафиг, это дурацкое железо, вообще чё-то мне не повезло. Давайте хотя бы дерево тогда для начала добудем, да. Надеюсь, хотя бы оно меня не затроллит. Хотя, что может пойти не по плану? Нам же всего лишь нужно нарубить дерево. О, кстати, смотрите, какое странное дерево. Я таких раньше никогда не видел. Прикол, давайте мы его как раз таки и добудем. О, ничего себе, это живое дерево. Ребята, вы когда-нибудь видели такое? Офигеть, конечно, я такого не видел никогда. Иди отсюда, какашка. Ничего себе, это дерево ещё и очень сильное. Отстань от меня, офигеть, конечно, оно очень смешное. И оно, короче, знаете, что делает? Оно не хочет от меня отставать. Что ты ко мне пристал? Дурацкий мутант, деревянный. Давайте мы попробуем от него спрятаться вот в этом озере. Опа, может быть, он плавать не умеет? Ух ты, смотрите, он реально не умеет плавать. Прикол. Ну всё, какашка, сейчас я тебя буду троллить. Получай, получай. Ха, что, не можешь, да, ко мне нырнуть, покупаться? Давай, давай, прыгай. Водичка очень тёпленькая. И куда ты побежала? Очень какое-то странное дерево. Но зато хотя бы в воде я буду в безопасности. Это круто. Давайте мы сейчас куда-нибудь выберемся. Что? Что это такое? Ребята, вы это видите? Это какая-то рыба-огурец. Что за фигня? Я таких раньше никогда не видел. Она, наверное, взрывается, поэтому нужно её ко мне не подпускать. Проваливай, ай. Она ещё и очень сильно меня ударяет. Да ну нафиг, реально рыба-огурец. Нужно от тебя валить быстрее. Выбираемся и... Ай, ничего себе. Этот рыба-огурец взорвалась. Ха, офигеть, конечно. Оно мне оставило половину жизни. Да ну нафиг. Походу, вода это тоже не самое безопасное место. Поэтому нужно отсюда тоже валить. Давайте спрячемся в доме и там-то нас точно не достанет этот дурацкий мутант из дерева. Просто посмотрите на него. Он реально какой-то очень смешной, но в то же время очень страшный. И вообще я так-то хотел скрафтить себе сундук. Поэтому всё. Я прям сейчас пойду, поломаю немножко лаки-блоков и постараюсь из них выбить это самое железо. Да, потому что как раз таки оно мне и нужно. Так, выпадают пока что какие-то ненужные вещи. Пожалуйста, лаки-блоки. Остался последний лаки-блок. И надеюсь, хотя бы с него мне выпадет железо. Открываем. И что, котики? И железо. Да, вот это мне, конечно, повезло. Прямо из последнего лаки-блока выпало. Ну всё, наконец-то сейчас я скрафтю этот самый золотой сундук. Да, дерево у меня есть дома. Поэтому всё, смотрите. Мы для начала крафтим обычный сундук. Потом его вот так вот обставливаем вот этими железными слитками. И получаем вот такой вот железный сундучок. После чего мы берём золото. Оно у меня тоже есть. И делаем вот так. Да, смотрите. Наконец-то. Теперь у меня есть этот самый крутой золотой сундук. Давайте мы его поставим где-нибудь вот здесь. И да, смотрите, ребята, сколько здесь свободного места. По сравнению с этим маленьким сундуком, он реально гигантский просто. Это очень круто. Я очень рад, что мы его скрафтили. Но я не знаю, что делать с этим мутантом. Реально. Ну ладно, сейчас что-нибудь придумаем, я думаю. Давайте пока что все ненужные вещи выложим в сундук, чтобы они нам не мешали. Не понял, вы это видите? У меня почему-то они исчезают. Что за фигня? Нужно быстрее их забрать. А ну-ка, давайте, например, я положу вот этот золотой меч. Он тоже пропал. Что за фигня? Ребята, смотрите. Я кладу сюда какую-нибудь вещь, и она тут же пропадает. Это что за бракованный какой-то сундук? Офигеть, конечно. Да ну нафиг. Я лучше пока что вот сюда все выложу, и не буду сюда ничего ложить. Потому что это вообще как-то странно. Да. Сейчас, короче, знаете, что я буду делать? Я скрафчу очень крутой и очень мощный топор, который состоит из обсидиана. Да, потому что, как вы знаете, это дерево состоит из дерева, да, это же логично. И по идее, его можно легко уничтожить при помощи топора, да. У меня как раз таки есть вот в этом маленьком домике обсидиан. Дома есть палочки. И смотрите, чтобы скрафтить этот супер крутой и супер мощный топор, нам нужно развести здесь небольшой костерчик и скинуть все эти вещи прямо туда. Это, конечно, все очень странно, но по идее, этот топор прямо выскочить должен из этого огня. Правда, я не знаю когда, но давайте немножко подождем, да. Надеюсь, он реально как можно быстрее отсюда выскочить, потому что я не хочу долго ждать. А вот и он, наконец-то. Ой, я поджегся, дурацкий огонь. Нужно его потушить быстрее, пока я не сгорел. Ух, ну, в общем-то, да, это он, обсидиановый топор. И вы только посмотрите, как он круто выглядит. Ну все, сейчас этот дурацкий деревянный мутант получит у меня. Иди сюда, какашка, давай, давай, посражаемся, получай. Ой, что-то, правда, с первого раза не получилось. Ну, давайте ударим еще раз. Да, смотрите, получилось. Мы его уничтожили. Это вообще крутой топор. Офигеть, конечно. Только пусть попробуют эти деревья опять на меня напасть. Я их сразу этим крутым топором уничтожу. И им, короче, не поздоровится. Не понял. Взади меня какие-то еще деревья. Но они почему-то другого цвета. И офигеть, их, конечно, много. Они, походу, пришли мстить мне за то, что я уничтожил их друга. Да ну нафиг, я же пошутил. Я не хочу с вами драться. О нет, ребята, что мне делать. Давайте мы возьмем мою крутую броню. И попробуем на них как-нибудь напасть. Также я их постараюсь поджечь. Поэтому давайте, какашки. Идите сюда. Опа! Отлично! Они загорелись. Это очень хорошо. Но что дальше мне с ними делать? Давайте просто постараемся их уничтожить. Блин! Только не это. Он украл мой топор. Получай! Ух, все, с этим разобрались. И там еще есть еще парочка деревьев. Ну давайте. Давайте я, в принципе, готов с ними посражаться. Потому что они тоже не такие сильные. Да и тем более, они даже меньше, чем прошлое дерево. Да, поэтому все. Иди сюда, береза. Все нормально. Наконец-то мы с ними разобрались. Надеюсь, больше на меня никто не будет нападать. Потому что я уже реально устал с ними драться. Да. Ну и, в общем-то, что же, ребята. На этом я уже буду заканчивать. Да. Я, наконец-то, построил этот крутой золотой сундук. И поэтому давайте сюда броню сложим. А, что? Она опять пропала! Я забыл, что здесь все вещи пропадают. Дурацкий сундук. И он мне вообще не нравится на самом-то деле. Вообще не понимаю, зачем я его скрафтил. Ну ладно. В общем-то, с вами был я, Нубик в Майнкрафте. И всем пока!